Здравствуйте! В эфире программа «Безопасный город», где мы расскажем вам о происшествиях, случившихся на территории нашего региона и о том, что делается для безопасности наших жителей. Смотрите прямо сейчас. 6,5 и 5 лет вынесен приговор по делу об угоне на 10 миллионов. Безопасный обгон. Итоги профилактической акции. Сразу 4. Автомобилист обнаружил проколотыми все колеса своего авто. Хрупкий лед. Брянские инспекторы по маломерным судам встретились с любителями зимнего лова. Брянске вынесли приговор по громкому уголовному делу о серийном хищении иномарок на сумму почти 10 миллионов рублей. В 2017 году угонщиков, двух мужчин, жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга, с поличным задержали поселки Путевка Брянского района. Подельники угоняли исключительно автомобили марки «Тойота». Среди пострадавших жители нашего региона – Тульской и Вологодской областей. Вынесен обвинительный приговор. Обвиняемым назначено наказание на срок 6,5 и 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Дополнительно, одному из обвиняемых назначено наказание в виде штрафа. Врачи Центральной районной больницы Новозыпково спасли двухлетнюю девочку из села Новые Бобовичи. Малышку доставили в лечебное учреждение с отравлением таблетками. Сейчас выясняется, кто виноват в том, что ребенок проглотил медикаменты. А по факту отравления воспитанников детских садов Володарского района заведено уголовное дело. В результате проб молочной продукции, поставляемой в дошкольные учреждения, обнаружены бактерии группы кишечной палочки. 1 марта около 6 часов вечера под Брянском на трассе микроавтобус слетел в кювет и перевернулся. Что стало причиной дорожно-транспортного происшествия, пока не сообщается. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Полиция проводит проверку. Об итогах профилактической акции «Безопасный обгон» расскажет инспектор ГИБДД области Лидия Назрачева. Здравствуйте, уважаемые участники дорожного движения. За прошедшую неделю на территории Брянской области произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 12 были травмированы. В течение недели на территории Брянской области проводилось профилактическое мероприятие «Безопасный обгон», которое было направлено на снижение количества и тяжести последствий ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения и нарушением правил обгона. За период проведения мероприятия автоинспекторами пресечено 116 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. Проведено 26 скрытых патрулирований, направленных на выявление нарушений указанной категории. Для привлечения внимания к необходимости выбора безопасных моделей поведения на дороге, автоинспекторами в местах притяжения водителей, включая АЗС, торговые объекты, автотранспортные организации и автошколы размещена наглядная информация, призывающая к необходимости правильной оценки ситуации при выполнении обгона в различных дорожных условиях. Водителям транспортных средств вручались информационные листовки по указанной тематике и проводились разъяснительные беседы о правилах и принципах осуществления безопасного обгона. В результате принятых мер ситуацию с травматизмом, связанным с выездом на полосу встречного движения и нарушением правил обгона удалось стабилизировать. В период проведения безопасного обгона на территории региона произошло всего одно дорожно-транспортное происшествие указанной категории, в котором 4 человека получили травмы. В аналогичный период прошлого года в 4 таких ДТП 4 человека погибли и 6 получили травмы. Госавтоинспекция призывает вас соблюдать правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких. Не устраивает цена? Тогда мы идем к вам. Брянский компьютерный центр атаковали звонками с угрозами из-за ценовой политики. Не найдя понимания, злоумышленники решили действовать более радикальными методами. 28 февраля около половины 11 вечера двое парней оборвали баннеры компании и залили клей в замочные скважины. Мелких пакостников ищут. Насолили за что-то и владельцу автомобиля, припаркованному во дворе по улице Брянского фронта. За ночь ему прокололи сразу 4 колеса. Условная атака террористов на аэропорт Брянск успешно отражена в ходе операции НАБАД-2019. Командно-штабными учениями руководил начальник управления ФСБ России по Брянской области генерал-майор Николай Рудь. Удалось отработать взаимодействие силовых структур региона. ФСБ, СОБРУ, ФСИН, МЧС продемонстрировали слаженные действия. Условные террористы нейтрализованы, угроза совершения теракта пресечена, последствия ликвидированы. А на очереди рубрика «Правовой аспект» мы задали три вопроса прокурору. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Может ли работодатель отказать в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет отцу, если мать нигде не работает? Действия работодателя неправомерны. Работодатель не вправе отказывать в предоставлении отпуска по уходу за ребенком, ни его матери, ссылаясь на то, что мать не работает. Кроме того, работодатель не вправе требовать дополнительные документы. Согласно статье 256 Трудового кодекса Российской Федерации, отпуск по уходу за ребенком мог быть использованы полностью или по частям, также отцом ребенка, бабушкой, дедушкой, другим родственникам, либо опекуном, фактически осуществляющим уход по уходу за ребенком. При осуществлении какой деятельности индивидуальные предприниматели предоставляют в регистрирующий орган справку о наличии либо отсутствии судимости? К таким видам деятельности отнесены образование, дошкольное, начальное, общее. Основное, общее, среднее, общее, профессиональное, среднее, высшее, высшее, бакалавриат, высшее, специалитет, высшая магистратура, дополнительно для детей и взрослых в области спорта и отдыха, культуры. Деятельность санаторно-курортных организаций, библиотек, архивов, музеев, фитнес-центров, зоопарков, дендрологических парков и ботанических садов, парков отдыха и пляжа и другие. Согласно статье 65 Трудового кодекса Российской Федерации, при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю справку о наличии либо отсутствии судимости или факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Справка о наличии либо об отсутствии судимости представляется в регистрирующий орган индивидуальным предпринимателям при осуществлении деятельности в сферах образования, воспитания и развития несовершеннолетних. В каких случаях возможно обучение на дому? Форму получения образования и форму обучения до завершения получения ребенком основного общего образования выбирают родители, либо законные представители ребенка с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолога-медико-педагогической комиссии при их наличии в соответствии с законом об обучении детей. Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, может быть организовано образовательными организациями на дому. Брянские инспекторы по маломерным судам напомнили рыбакам о мерах безопасности на весеннем льду. В помощь спасателям вызвались волонтеры. Они раздали любителям зимнего лова памятки и убеждали их не выходить на лед без спасательных жилетов. Об итогах рейда в нашем сюжете. Первым делом безопасность. Студенты-волонтеры надевают на себя спасательные жилеты. Своим видом они подают пример любителям зимней ловли. Сам являюсь немножко увлекающей рыбалкой, поэтому опасность за это я сознаю. Хотелось бы призвать людей заниматься волонтерством, так как год добра закончился, но добро делать мы продолжаем. Инспектор в сопровождении волонтеров выходит на лед. Любителям зимней рыбалки напоминают правила безопасности. Никуда не ходим, где лед тонкий и много лунок не будет. Но главное, с 1 марта выходить на лед без спасательного жилета строго запрещено. Об этом говорится в листовках, которые волонтеры раздают рыбакам. Владимир Сенин больше 40 лет ловит рыбу зимой и за эти годы 10 раз проваливался под лед. Опыт есть, риск – дело благородное, но Владимир все же обещает приобрести жилет. Теперь, конечно, жилеты раз заставляют, надо теперь купить, естественно. Чтобы уже спокойно душа приехала, села и буду никому не мешать. Хорошая новость. Ушедшая зима не принесла печальных известий с озер и рек. Несчастных случаев с гибелью людей на водных объектах не было. Было удачное спасение ребенка-ребенка, вы все об этом прекрасно знаете. Но наша цель – это предотвратить, поэтому мы проводим эти мероприятия. За выход на лед без спасательного жилета нетрудно получить штраф от 500 до 1000 рублей. Но урон кошельку гораздо более радужная перспектива, чем расставание с жизнью. Спасатели еще раз призывают рыбаков быть осторожными. Вечером 2 марта в Суражском районе Брянской области загорелся жилой дом. В деревню Глуховка выехали пожарные расчеты. К сожалению, в огне погибла 91-летняя пенсионерка. По факту случившегося проводится проверка. Мы все знаем значение слова «патриотизм». Это любовь к родине. А вот как ее любить, не всем понятно. Попробую объяснить на примере. На проспекте Станки Димитрова некто разбил стекло остановки общественного транспорта автошколы ДСАФ. Скорее всего, разбил просто так. От нелюбви к себе и к всему миру. Не гадить в собственных подъездах. Не выламывать лавки. Не разбивать городские фонари. И не писать на стенах зданий. Начните с этого. Может, тогда станет легче полюбить место, где живешь. И на сегодня это все. До встречи. Партнер выпуска магазин деловой одежды «Дресс-код». Улица Объездная, 30. Торговый центр «Аэропарк». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин